Для Алика Алисевича это выступление значит очень много. В Калифорнию, где зарождалось движение хиппи, ставшее для него смыслом жизни, он приехал впервые. В киевской тусовке хиппи Алика знают как лесное дитя. Он вырос в интернате, говорит, потому и пошел против системы. Когда я был в интернате, первый-второй класс, это был такой бунт спонтанный против насилия над личностью ребенка. Мне хотели стричь, я не хотел поддаваться, убежал с интерната. В 10 лет, когда меня сдали от милиции на перевоспитание, и там были старшие подростки, кстати, которым было уже 16-17 лет, 9-10 класс, которые имели много также разных журналов про рок-музыку и движение хиппи, которое начиналось. И я себе как-то сказал, что я хочу таким быть, неординарным. Запрещенные джинсы, длинные волосы и нежелание быть, как все он путешествовал, автостопом, как и его друзья. Так добрался до Литвы. Это благодаря голосу Америки, благодаря свободе, я тогда был юный, слушал радиостанции, говорилось про инцидент, который случился у нас в Прибалтике, в Литве, где юный адепт хиппи, симпатик Рома Скаланта облил себя бензином и спалил себя насмерть. Это было 14 мая 1972 года. А 18-19 мая были антисоветские демонстрации против оккупации советами Литвы за свободу носить длинные волосы. Советские хиппи регулярно подвергались гонениям, рассказывает Александр Пенненен. Мол, они разлагали советскую молодежь. В итоге, говорит, его вынудили уехать из Союза в 70-х. У меня не было выбора. Нас преследовал КГБ долгое время. Больше четырех лет их машины стояли под окнами. Поделиться своими историями советские хиппи пригласили кураторы Американского музея холодной войны. Здесь у нас советские хиппи. Из России, Украины, из Британии, из Сан-Франциско. Со всего мира. Я считаю, очень интересно услышать о том, чем похожи и чем отличаются западные и советские хиппи. Движение хиппи, родиной которого принято считать Сан-Франциско, зародилось в США в середине 60-х. Главным их лозунгом был «Занимайтесь любовью, а не войной». Они боролись за свободу и красоту, митинговали против войны во Вьетнаме. А еще искали себя, что часто их и губило, рассказывает Елена Торопова. Она из бывших покинула движение после того, как стала терять друзей. Начались наркотики. То, что я не приемлю, это не мое состояние. Я не люблю ходить в какие-то нереальные состояния. И, может быть, это послужило тому, что я ушла. Потому что я поняла, что если я здесь останусь, я просто погибну. Кроме истории, хиппи из Москвы и Киева подарили американской стороне артефакты тех лет. Одежду, фотографии, газетные вырезки. Некоторые из них и сейчас ведут борьбу с системой. Али Колесевич, к примеру, издал в Киеве книгу под названием «Революция цветов». Ангелина Багдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.